так всем привет продолжаем ремонт крыши значит на страдальческий стык между двух шиферов который идет первый скат вот от дымаря и соединяется со вторым скатом и вот по вот эту вот этот весь стык на страдальческий у которого у всех он течет значит шифер не получается засунуть прямо под сильно глубоко под вот эту вот эту волну вот этот шифер не получается засунуть глубоко под эту волну поэтому дождями сюда все заливает вот значит вот результат силикона этот шов я пытался запенить силиконом то есть задуть значит три года он простоял и вот именно в этом месте очень сильно затекает вот все отслоилось в этом месте прям прямо ручьем течет здесь вот здесь то есть силиконом запенивать за заливать это скажем так не выход все оно отслоилось три года простояла но все равно верну подтекала силикон не используйте значит значит что я буду поэтому шоу делать значит поэтому шоу я буду брать стеклоткань то что я и делал резать 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 ее на полоску и буду приклеивать на вот такой вот техно николь гидроизоляция вот такие дела сейчас покажу как это выглядит так значит вот так вот это выглядит мажу я руками вот я уже полный стыд прошел пол пол дома значит реже я полоску стеклоткани где-то 10 ну пускай до 10 50 миллиметров на этот стык на этот скот значит мажу мажу сразу замазываю трещины сюда первый слой делаю вот затем накладываю стеклоткань накладываю стеклоткань и и вот рукой выгоняя все пузыри которые тут есть рукой хорошенько промазываю полностью ткань с выходом на шифер когда вода будет стекать чтобы вода здесь не задерживалась делаем вот будет обязательно прогладину вот так нижнюю часть также проклеиваем здесь у нас остается на стыке немножко расстояние это хорошо и потому что когда жарко шифер будет все равно играть вот вверх вниз подниматься как раз это будет ему немножко для свободы для его температурных режимов принципе вот таким вот образом в один слой такой стеклоткань замазали замазали рукой сначала прошлись по шву можно гвозди вот так взяли например вот у меня силикон хорошенько туда попихнули размазали а потом сверху положим стекло ткань и я так вот весь весь скажем так стык так а вот вариант использования силикона вот он три года полежал некоторых местах он даже ничего так плотненько сохранился в некоторых местах такие вот дырки образовались по он поднялся потрескался и вот сформировала такие вот раковины которые благополучно поступает вода так что с силиконом принципе есть вариант но аккуратно с ним либо его нужно подмазывать каждый год это три года было за все за силиконе на тот стык вот так вот так мы все закончил я сошел значит что могут напоследок сказать значит я доволен мне нравится эта мастика гидроизоляция вот она правильно так называется техно николь мастер гидроизоляция для фундамента наносится классно носил я ее у нас было плюс 12 густовать густовато но размазывается хорошо конечно дальше там было уже плюс 6 7 вечером уже конечно загустела она очень хорошо так значит на этот шов дом 9 ширина получается 9 метров этот шов 9 с половиной метров вот здесь у нас 10 килограмм то есть 10 литров где-то замазано было где-то вот столько осталось вот столько но я думаю литров осталось литра 28 где-то два килограмма на она осталась кстати можно померить сейчас возьму кантер так сейчас мы проведем такую поверочку небольшую вот у меня 5 килограмм гирька есть вот и сейчас посмотрим правильно ли он показывает оторвали от пола и у нас ровно 5 килограмм так теперь взвесим наш битум значит 10 килограмм я брал вот посмотрим сколько осталось четыре с половиной килограмма осталось то есть 6 килограмм ушло у меня на плюс минус 6 килограмм ушло у меня на этот шов ленточку 10 10 сантиметров ну не 10 не 50 сантиметров шириной порезал вот значит и 6 килограмм скажем так ушло битума если это в банках трехлитровых банки но так лучше вот такой брать понравился посмотрим дальше будет зима впереди посмотрим как он выстоит до весны до лета посмотрим как летом видео будет же на ю тубе комментариях буду отписываться если что узнавайте пишите как она отстоялась не не сдуло ли в издуло ли это этот клаптик ветром ну вот я думаю недавно не должно сдуть заливать водой тоже не должно вот принципе ролики у меня есть я я пользовался только не таким битумом другим битумом тоже стеклотканью я в принципе все швы на шифере и на дымаре вокруг дымаря сделала именно таким способом битум и стеклоткань правда на дымаре я делал двойной слой стеклоткани это уже прошло 4 там или четыре года она стоял стоит и не течет не дымарь ничего все сухо все нормально единственное что можно апречески там через год освежать брать мастику и подмазывать сверху вот это пользуйтесь стеклоткань битум ремонт шифера ремонт дымаря все всем спасибо всем пока